Спросите меня, Диана, из чего я начинаю заливать украшения? Ну, во-первых, короче, я сначала еще что можно посмотреть интересного на ютубчике, я нашла бальзан для губ, а потом все начинаю делать. Сейчас покажу, как я, собственно, делаю колечки. Беру вот такую вот емкость для того, чтобы все смещать. Смещать. Мне надо сиреневый. Сиреневый добавляем еще немного белого к фиолетовому. Потому что сиреневый — это светлый фиолетовый, правильно? То есть я несу какую-то дичь. Даже не тортик, представьте себе. Сиреневый — это вообще такое впечатление, что надо делать украшения с одним сиреневым. Потому что, не знаю, все украшения с сиреневым меньше всего висят у меня на странице. Как только что-то сиреневое — все, все, все. Это мне, знаете, по принципу. Такому люди работают. Так. Ну, блестки — это святое, я просто смешиваю все блестки, которые у меня есть, одинакового цвета. О, хорошо. Такие, потом такие. И все, и больше нету ничего такого. Потому что у меня что-то сиреневое я не подготовлена. И вот эту вот кашу-малашу теперь заливаем эпоксидкой и сейчас будем кашлять малашу. У меня многие спрашивают, где ты покупаешь эпоксидку в интернете, ребятки? В интернете. Есть много родных сайтов. И, например, спрашивают у меня, а напиши мне, пожалуйста, по сколько грамм смешивать. Народ, у каждой эпоксидки свои, как они называются, свои пропорции. Если я вам напишу пропорции для своей эпоксидки, то это вообще никак не означает, что у вас все получится. Потому что, опять же, у меня другая эпоксидка. Все, я все смешиваю. Перемешивать обязательно хорошо, чтобы все было красиво. Чтобы не налажать и завтра уже выстоять как новинку. Ой, 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 на стол капнуло. Ой, ну. Не повезло ему. Я второе такое же залью. Потому что сиреневый – это очень важный цвет для людей. Без сиреневого жить абсолютно невозможно. Ага. То есть, вы хотите сказать, что ему не хватит, да? А мы сейчас доколупаем. Правильно. А что оно тут на боках, слушайте? Остается. Прогуливает, что ли? Смотрите, скоро еще. Ага. 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 Ну все. Что вы меня обманываете, что мне не хватит? Оно, полетели только так. Так, ну тут теперь как-то непропорционально. Знаете, мне не то, что не хватило. Я даже перелила немножко. Ну ладно, мы это потом спилим. Итак, уже наступило утро, и пришло время все анпакать. Да. Тут у меня есть вот такая вот кучка. На самом деле это немного, но вполне нормально. Видишь, я даже пофоткать не могу. Там дождь идет. Ой, какая красота. Я не могу. О-о-о-о. Эксперимент. Блин, это так даже не видно. Я даже не знаю, как это показать. Это надо чисто. Как-то вот так на свет. Вы посмотрите на это. Это у меня был экспириенс. Если второй экспириенс получился, я буду просто в восторге. вот такие вот сережечки. Еще я сделала вот этот кулон. Такой. Он с этой стороны такой, а с этой более такой синенький. Я не знаю, даже с какой-то вот этой стороны, наверное, правильно. Тут можно... Не знаю, надо было, наверное, еще что-то добавить. Но, в принципе, неплохой. Потом вот такой овал. С кучей блесток же автобусы. Потом я еще сделала сережки с лавандой. Но лаванда тут по факту не знаю, как уж и видно. Но посмотрим, что-то сделаем. Ой, ну эти это... Это просто мало. Энпакинг колечек. Собственно, самая легкая с кольцами уже закончена. Почему самая легкая? А я вам сейчас и покажу. Ой, такой красивый фиолетовый и сиреневый, точнее. Ой, класс. Это 18 размер. А вот 18. Ух ты, какая красаветка. И я еще себе делала 16 размера кольцо. Сейчас покажу. Она тоже себе сделала типа патриотического. Но тут больше такого синего и потом там с такими фруктиками. Ну, такими сладостями. Короче, тоже на классное колечко сделала. Все, а теперь я убираю на столе для того, чтобы поделать сережки. То есть для того, чтобы сделать кольца нормальными, мне понадобится наждачка. Немного водички у меня есть. Наждачка и водичка. Весело. А теперь берем вот так. Надо еще рано их шлифовать, но мне надо. Макаем немножко водичку и полетели шлифовать. Теперь берем это синее колечко. Видите, тут тоже просто такие грани. Их нужно все зашлифовать. В общем, да, сначала нужно кольца вот так прошлифовать. Теперь я беру само кольцо и свою пилялку. И мне нужно... И теперь мне нужно просто выпилить вот эту вот серединку, чтобы она тоже не была колюченькая. Так выглядят кольца до полировки. То есть запомнили, да? Они такие... Ну, короче, матовые. Это до полировки. И скоро покажу, какие будут они после. Hello, my friends. Все отполировано. Теперь это вот такая вот блестящая сторона. Вот такие вот, кстати, ногти сделаны. Развенькие теперь мне. Вот, теперь это красивая отполированная сторона. И я беру свою этикетку, которую я... Ой, ранила я. Которую я упаковываю в колечки. И тут я клею. Мазюкаю. Мазюкала. Теперь как это сделать? Оно вот так. И вот так. Главное, чтобы ровненько, хотя бы немножко. Мазюка. Кстати, еще получается... Вот эти колечки вот сюда. Еще тетя заказала, получится розовое колечко. И вот это вот голубое. Да. Так что это классно, когда в один заказик сразу несколько постов. Ну, несколько украшений. Потому что это намного выгоднее. Так как сейчас доставка на новой почте 60 гривен. Прикиньте. Укрпочтой 24, гривны 26. Вот так. Но прикол в том, что идет неделю минимум. А неделя это... Ну, это знаете, это за это время и забыть можно. И подпишись на трубке. Укрпненьо. Прикиньте на трубке. Теперь позвольте. И укрпненье. Укрпненье. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok